Доброе утро, страна! Еще раз доброе утро, уважаемые слушатели! Сейчас из студии «Радио 4» мы перенесемся в совсем другую атмосферу, атмосферу Востока. И рядом с нами окажутся в каждом доме, где сейчас включен радиоприемник, окажутся сестры Шехерезады. Это Мария и Лиза. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. На самом деле у них другая фамилия. Мария и Лизия родные сёстры Тани Ро, а сёстры Шахерезады их сценический псевдоним, потому что именно под этим названием выступает танцевальный дуэт Марии и Лизии. Откуда вот такая любовь к Востоку? Восток вышел к нам навстречу, когда мы путешествовали по Турции. Это была одна из первых наших таких более интересных поездок, и там мы увидели восточного танцора. Это было в 1998 году, и мы с радостью, прилетев домой, стали искать возможности учиться этому танцу. Но помимо того, мы занимались и бальными танцами, и характерными танцами других стран, как то фламенко, и русский цыганский танец. Чтобы танцевать арабский или цыганский, насколько серьёзная должна быть подготовка, чтобы заинтересовать этим танцем зрителей? Любой танцевальный стиль, с которым бы ты не выходил, на сцену требует серьёзной подготовки. И ни в коем случае нельзя оставлять без внимания изучение культуры, будь то восточной культуры, будь то цыганской или испанской культуры. Конечно же, в идеале хорошо знать и язык. Мы изучали и чуть-чуть арабский язык, и турецкий язык. Сейчас приступили к испанскому. Нам очень помогает наше образование. Я являюсь переводчиком с таких языков, как английский, французский, эстонский. Я работаю с четырьмя языками, а также турецкий язык знаю. Могу ощутить необходимость языкового багажа при изучении танца. А также я хочу сказать, что нам очень помогает образование в области хореографии. Лиззи имеет диплом хореографа, постановщика и изучение культуры. А также основы танца, которые мы знаем, помогают создавать что-то новое. Сколько лет вы уже на сцене с подобными танцами? Выступать впервые с танцами мы стали в 2000 году. И преподавать танцы мы стали в 2002 году. С каждым годом мы стараемся нарастить и багаж, и знания. Когда вы стали первые подемонстрировать, ну, наверное, сначала своим дедушкам, бабушкам, родителям. Мария была в своем самом раннем детстве столь подвижна и настолько пластична, что все, кто приходили, когда еще Мария не умела ходить, говорили, «Ах, это будущая балерина». И так и стало. До поры до времени мы занимались в анамойной балетной школе. И потом, когда уже вопрос стал более конкретным, когда Марию пригласили в Вагановское училище в Питер, она сказала, «Никуда от семьи не уеду». Но, тем не менее, танцами решили заняться. Да. Танцы настолько поглотили в какой-то момент жизни, они настолько вдохновили. Мы почувствовали, что мы можем дать через танцы очень много людям. И не только как выступающие на сцене, но также, как и преподаватели. Для того, чтобы заниматься танцем серьезно, нужна подготовленность. С детства надо начинать. Но новый танцевальный стиль, который, например, мы хотим начинать уже преподавать с этого года, в сентябре, который называется «Румбита», автором которого является финский хореограф и преподаватель Кирси Каннас. Этот стиль не подразумевает большой подготовленности к танцу. То есть он подходит тем людям, которые делают первые шаги, а также тем, которые уже что-то знают от танца. Этот танцевальный стиль, он основан на стиле фламенко, но представляет собой совершенно новое направление. Он соединяет элементы восточного танца, элементы танго и сальсы. Румбита. Именно. Это называется румбита. Новый танцевальный стиль. Несмотря на то, что Кирси Каннас является жительницей северной страны, она смогла соединить столь страстные и горячие танцевальные направления на базе испанского фламенко. Кирси Каннас настолько стала популярна со своим новым танцевальным стилем, и востребована, что она ездит в Испанию преподавать испанцам этот новый танцевальный стиль, что само по себе очень интересный факт. Что касается преподавания танца румбита в Тайлине, то мы являемся на данный момент единственными преподавателями, которые получили право преподавать, которые прошли аттестацию и курс. Буквально этим летом приезжала Кирси Каннас. После этого мы сдали экзамены, прошли все тесты, и сейчас будем с удовольствием делиться с девушками и женщинами. У вас, видимо, танцевальная студия своя. Именно так. Наши занятия начинаются всегда с оптимального разогрева, исходя из потребностей групп, будь то старшая группа или более младшая, молодая. Мы всегда стараемся оптимизировать нагрузку, разогреть тело полностью, позже уже переходим к техническим упражнениям, разрабатываем и классическую основу, и непосредственно в зависимости от стиля, будь то фламенко или восточный танец, или цыганский танец. И после этого мы приступаем к хореографии. У каждого танца есть свои основные комбинации, которые всегда может использовать человек, даже импровизируя. Дальше наш урок подразумевает растяжку, когда каждый ученик должен, исходя из своих потребностей организма, развивать и пластику, и чтобы это было и изящество, и грация. Ваш дуэт «Сестры Шахерезады» частенько выходит на сцену. Какие программы вы показывали в последнее время? Недавно у нас состоялся прекрасный концерт «Высо Ранна Клюпий». Он назывался «Между морем и небом». И мы сработались очень плодотворно и эффективно с таким прекрасным коллективом, как гитарный дуэт. Елена Осипова, Даниэль Юлли. Это прекрасные гитаристы. Мы с Лизи исполняли цыганские танцы, также и аргентинское танго, также флайо-менко. И что было очень интересно, мы представляли классическую арабскую песню на арабском языке под гитарную музыку. Этого в Эстонии не делал до сих пор никто. Я считаю, что такие эксперименты порождают новые-новые творческие поиски. И реакция людей была очень вдохновляющей. И мы получили заряд на дальнейшую деятельность с этими прекрасными гитаристами. Помимо того, мы выступаем также как отдельный коллектив, то есть театр танца, сёстры Шахерезады. Не всегда есть возможность выступать в квартете, поэтому наши выступления в дуэте подразумевают восточные танцы уже под аранжированную музыку, также испанские танцы и цыганские. Наверное, у вас много костюмов. Вы правы, действительно. Как поместиться? Вопрос серьёзный, потому что костюмы менять надо часто. Но, с другой стороны, какой-то конкретный стиль и какая-то конкретная постановка требуют нашего дизайна. И вот буквально даже к концерту, который был в Высу, у нас были подготовлены костюмы по нашему дизайну. Вы работаете в Таллине? Да, нас можно найти. У нас есть своя интернет-страничка. Это www.shahrazad.eu На этом сайте у нас есть информация, как о наших программах, которые мы предоставляем на частные мероприятия, на более крупные концерты, на фестивали, а также расписание наших уроков. Мы преподаем в разных местах в Таллине, как в центре, по адресу Креюцвальди, 24, также в Нарваманте, 9А, в Мустаме, там Сарате, 147, на Тонде, Саяколи, 10. По вашим наблюдениям, интерес к восточным танцам в Эстонии за время существования вашего дуэта как-то развивается? Интерес к танцу сейчас претерпевает довольно серьёзные изменения. Когда мы приступили к самообучению танцам в восточном, то про это мало кто слышал, мало кто знал. Сейчас танец уже развился до определённого уровня, когда многие люди видели, слышали, знают, что это такое. К словам сестёр Шахерезады, стоит прислушаться, потому что это не только высокие профессионалы, но также люди влюблённые в своё дело, которым занимаются. Спасибо. С нами были Мария и Лизия Танеру, сёстры Шахерезады, их сценический псевдоним, под таким именем они выступают на сцене. Спасибо, дорогие друзья. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова